Во истину ли воля Божья состоит в том, чтобы все дети Его процветали? Возможно, вы скажете «да», но многие ответят «нет». Они считают, что Бог определил благосостояние лишь для нескольких избранных. Обычно такие люди не слушают проповедников, проповедующих о процветании, и говорят другим. Не обращайте внимания на то, что они вам говорят. Это дело ваше. Вы можете не слушать учения о процветании, но позвольте мне кое о чем вас попросить. Давайте послушаем величайшего проповедника процветания всех времен. Обратимся к Библии и посмотрим, что говорит Иисус. Верно ли то, что мы думаем? Откройте Деяние, 10 главу. Часть сегодняшней темы вам нужно будет изучить самим. Я дам вам достаточной информации, чтобы вы могли продолжать ее изучение сами. Это было бы просто прекрасно. Деяние, 10 глава. Прочитаем 34 стих. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Посмотрим, о какой истине говорит Петр. Познаю, что Бог нелицеприятен. Верите ли вы в это? Бог нелицеприятен. Возможно, вы лицеприятны, но Бог точно нелицеприятен. И то, что Он желает сделать для одного человека, Он желает сделать для каждого. Скажите это вслух. Бог нелицеприятен. Он не будет делать что-то для меня только потому, что я проповедник, но не делать этого для вас. Бог не смотрит на лицо человека, но, послушайте, Он смотрит на его веру. О, да! Но Он не смотрит на лицо человека, но смотрит на его веру. Когда человек не ходит верой, не живет в святости и так далее, Бог обязательно это увидит. Он не смотрит на лицо человека, Он смотрит на его веру. Также обратите внимание на следующий стих. «Но во всяком народе, боящийся Его, тот, кто чтит Бога и переклоняется перед Ним, и поступающий по правде, приятен Ему, Он послал сынам Израилевым Слово, что же это за слово? «Благовествуя мир», подчеркните эти слова. «Благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Итак, Иисус пришел, чтобы возвестить людям благую весть о мире. Иисус пришел, чтобы благовествовать о чем? О чем же проповедовал Иисус? Он говорил о мире. Если вы посмотрите на слово «мир» на еврите, оно звучит как «шалом». Еврейское слово «мир» — это «шалом». Но знаете ли вы, что еврейское слово «мир» означает не только мир, но и «благосостояние», «благополучие»? Это привлекло мое внимание. Я всегда думал, что «шалом» — это только мир. Но нет. «Шалом» также переводится и как «благополучие». «Мир», «полнота», «целостность», «когда все есть, ничего не упущено и не разрушено». А теперь послушайте это еще раз. «Шалом» означает «полноту», «мир», «благополучие», «целостность». «Когда ничто не упущено и не разрушено». Посмотрите, насколько многогранное это слово. Вот что пришел проповедовать Иисус. Он пришел проповедовать об этом, если у вас в чем-то есть недостаток. Он пришел проповедовать полноту, целостность, мир и благополучие. Мы позволили этому миру извратить наше видение того, что означает те или иные понятия. И Иисус пришел не только для того, чтобы проповедовать о душевном мире. Также Он пришел не только для того, чтобы проповедовать о материальном благополучии. Нет. Но вот в чем заключается Его проповедь. Если вам чего-то недостает в жизни, благая весть состоит в том, что больше вам не нужно терпеть нужду ни в чем. Если вы больны, вы можете получить исцеление. Если на ваших плечах лежит бремя, вы можете получить от него освобождение. Если вы огорчены, вы можете быть счастливы. Если вашему ребенку нужна обувь, для этого Господь даст вам достаточно средств. Если у вас проблемы, говорит Иисус, у меня есть для вас благая весть. Я пришел, чтобы все исправить, говорит Бог. Если вы это понимаете, скажите «Аминь». А теперь смотрите. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и чем силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил и делал что? Благотворяя и исцеляя всех, обладаемых угнетенных дьяволом, потому что Бог был с ним. А теперь нам необходимо дать определению слову «угнетение», потому что Христос пришел, чтобы даровать исцеление именно угнетенным. Угнетение означает лишение кого-либо силы управлять собственным будущим. Угнетение – это лишение кого-либо силы управлять собственным будущим. А знаете ли вы, что нехватка чего-либо, нужда, долги и бедность – это угнетение? Помните ли вы, как некоторые народы находились в угнетении и вследствие этого терпели лишение, нужду, нехватку денежных средств, медикаментов? Угнетение отнимает у человека способность управлять своим будущим. Но Иисус пришел, чтобы исцелить людей от угнетения. А теперь давайте откроем Евангелие от Луки 4 главу. Луки 4 глава, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему». Обратите внимание, что Христос зашел в синагогу по обыкновению, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Вот что прочитал Иисус. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовав от нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Другими словами, Он сказал, «Я и есть Тот, о Ком сейчас читал». Хорошо, а теперь давайте снова обратимся к 18 стиху. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать кому? Нищим». Но большинство людей, когда вы прочитаете им этот отрывок, смогут найти лишь один способ его толкования, а именно, Иисус был помазан, чтобы проповедовать Евангелие человеку, у которого нет денег. Вот что увидит в этом отрывке Америка. Но это совсем не то, о чем здесь говорит Иисус. Это всего лишь один ракурс, с которого можно взглянуть на этот текст. Бог хотел показать, что Иисус пришел, чтобы проповедовать Евангелие нуждающимся. При переводе на английский язык в этом тексте появился знак точки с запятой, который обычно используется в английском языке при перечислении чего-либо. И сейчас я покажу вам, какие категории бедных людей здесь обозначены. Иисус сказал, «Бог послал меня исцелять бедных с сокрушенным сердцем, проповедовать освобождение бедным пленникам, вернуть зрение бедным слепым, отпустить на свободу бедных измученных людей». В каждой категории представлены люди, которые в своей жизни имеют какую-то нужду, люди, которым чего-то не хватает. Иисус сказал, что Он помазан, чтобы проповедовать благую весть с сокрушенным сердцем бедным. Какова же благая весть для человека с сокрушенным сердцем? Исцеление. Какова же благая весть для человека, плененного тяжестью уз? Освобождение. Какова благая весть для слепого человека? Прозрение. какова благая весть для израненного плененного человека свобода понимаете нам необходимо расширить свое понимание иначе мы пропустим то что иисус хочет сказать нам о благосостоянии мы дали благосостоянию и процветанию только одно определение иисус пришел чтобы проповедовать евангелие всем кто находится в нужде когда вы испытываете нужду в хорошем здоровье имеете недостаток здравомыслия недостаток друзей недостаток финансов или чего-либо еще это есть нужда недостаток и бедность это синонимы иисус пришел чтобы послужить тем кому чего-то не хватает это может включать в себя деньги но не ограничивается только лишь деньгами например мы можем взять конкретного человека увидеть что он беден то есть нуждается в деньгах но и в других сферах своей жизни он тоже испытывает нужду если вы дадите ему денег это не решит других его проблем которые привели его к тому что ему не хватает денег я понятно говорю давайте посмотрим могу ли я помочь вам в этом держите закладку на этом отрывке и давайте обратимся к 3 главе книги откровения потому что мне кажется что у некоторых из вас такой вид что сказанное огорчило вас откровение 3 глава здесь иисус обращается к церкви в городе лаудикия он говорит людям этой церкви что они должны быть либо горячими либо холодными потому что если они будут теплыми то он извергнет их из уст своих иисус говорит что его тошнит от таких людей поэтому он извергнет их из своих уст а теперь посмотрите что он говорит в семнадцатом стихе ибо ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды бух говорит что эти люди считают себя богатыми потому что у них много того что они имеют в собственности и им кажется что они ни в чем не нуждаются но господь добавляет они знают что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг но ты считаешь что ты богат потому что у тебя много собственности иисус говорит что эти люди не могут видеть то что видит он они духовно бедны он говорит этим людям что имея многое они остаются бедными а теперь послушайте вот что нам необходимо расширить свое понимание у вас может быть миллион долларов в банке и в то же время вы будете умирать от рака и эти миллионы долларов в банке не сделают вас богаче почему потому что вы все еще испытываете нужду в чем же вы нуждаетесь в исцелении у вас миллион долларов в банке но вы умираете от рака если это так вы просто бедный человек с миллионом долларов вы все еще бедны понимаете всю жизнь нас учили что именно деньги делают нас богатыми нет полнота во всем делает нас богатыми вы можете быть богатым если ни в чем не нуждаетесь если в вашей жизни ничего не разрушена вы можете быть богатым в любви богатыми в семейных отношениях необходимо дать правильное определение понятиям если мы хотим понять то послание которое пытается донести до нас иисус даже не пытается он просто доносит его до нас а нам нужно его принять или предположим что у вас есть большой особняк но вы так скупы и черствы что никого не хотите видеть рядом с собой тогда вы просто бедный человек с большим особняком или предположим что у вас отличное здоровье и вы хорошо ладите с людьми но у вас нет денег чтобы оплачивать счета значит вы бедны вы бедный человек с хорошими отношениями отличным здоровьем но вы не можете оплачивать свои счета а еще вы можете иметь миллиард на своем счету но быть зависимым от наркотиков и секса в этом случае вы бедный миллиардер вы следите за моей мыслью хорошо тогда вы спросите что же делает человека богатым богатым может стать человек если он обладает полнотой здоровья свободы мира счастья семейного благополучия радости и финансов это человек который ни в чем не нуждается и в жизни которого ничего не разрушена иисус пришел на землю не только для того чтобы даровать вам здоровье не только чтобы освободить вас от тяжелой ноши не только для того чтобы дать вам денег или исцелить ваше тело иисус пришел чтобы исправить все что неправильно и кровь христа способна даровать вам все чтобы вы стали тем кем он хочет вас видеть вам необходимо изменить свое мышление вы должны обновить свой разум. Потому что когда вы слышите слово «богатый», ваши мысли сразу начинают течь только лишь в одном направлении — деньги. Но когда я слышу слово «богатый», я сразу начинаю думать, есть ли здесь что-то недостающее или что-то разрушенное. И вы должны думать так же, «богатый» — это значит, что в его жизни нет ничего не недостающего и разрушенного. А если человек бедный, чего ему не хватает? Что в его жизни разрушено? В чем он терпит недостаток? Нужно помнить об этом, чтобы понять послание Божие, понять Евангелие, которое Христос желает проповедовать бедным. Обратимся к 7 главе Евангелия от Луки. Помните о том, что Сатана — разрушитель, и все, что он хочет, это использовать нужду в каждой сфере вашей жизни, чтобы разрушить ее. У вас может быть много денег, и при этом вы можете страдать от одиночества, и это убьет вас. У вас может быть полнота мира, радости, семейного благополучия, хорошее отношение с людьми, но при этом у вас не будет достаточно денег, чтобы купить себе лекарства, оплатить счета, и из-за этого вы можете расстраиваться. Дьявол хочет использовать любую нужду, чтобы разрушить нашу жизнь. А теперь прочтем Евангелие от Луки, 7 главу, 20 стих. «Они, придя к Иисусу, сказали, «И Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, кому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые презревают, храмы и ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Прочтем 22 стих. Разрешите задать вам вопрос, «Какое решение проблемы для слепого человека? Какое решение проблемы того, кто не может ходить? Уметь ходить, не так ли? Какое решение для прокаженных? Какое решение для глухих? Какое решение проблемы для мертвого человека? А теперь послушайте внимательно. Отвечайте точно. Какое решение проблемы для бедного или нуждающегося человека? Каков будет ваш ответ? Что вы сказали? Вы сказали Евангелие или проповедь Евангелия? А теперь посмотрим, что сказал Иисус. Он сказал, «Вот что я могу предложить для бедных или нищих». Что можно предложить бедному равнозначно тому, что получил слепой, хромой и мертвый? Что же это должно быть? Благая весть должна быть? А теперь представьте себя на месте дьявола. Конечно, я не называю вас дьяволом, но представьте, если бы вы были им, и вам бы захотелось удержать бедного человека от обретения им свободы. Каким бы был ваш план атаки на него? Какой была бы ваша атака на проповедь Евангелия? Как бы вы атаковали проповедь Евангелия? Можно напасть на проповедника. Как можно принизить авторитет проповеди Евангелия? Принизить авторитет проповедника. Понимаете, я осознал, что все нападки, направленные на меня за все эти годы, не всегда были сделаны именно против меня. Эта атака была направлена против проповеди Евангелия. Остановите проповедника, и вы остановите проповедь Евангелия. Сделайте так, чтобы проповедник выглядел жалко, и тогда проповедь Евангелия потеряет всякий авторитет. Ведь дьявол знает, что в Слове Божьем есть сила, и сила проявляется в том, когда мы подходим к тому, кто испытывает в чем-то нужду, и говорим ему, что Иисус может исцелить и освободить его, может даровать деньги, одарить здравомыслием и семейным благополучием. Благая весть заключается в том, что Иисус умер и пролил свою кровь, чтобы вы не были нищими ни в одной сфере вашей жизни. Через Иисуса была явлена полнота жизни. Иисус сказал, что недостатку нет места в наших домах, но есть недостаток там, где проповедуется благая весть. И этот недостаток в слушателях... Кто-то должен сказать, я болен, мне нужно услышать, о чем вы проповедуете. Другой должен сказать, мне нужны средства. Чтобы оплатить счета, я должен услышать Слово Божье, которое проповедуется. Кто-то должен сказать, я раздражена на своего мужа. Мне необходимо услышать это проповедуемое Слово. И еще один пусть скажет, я нахожусь в рабстве порнографии. Мне необходимо услышать проповедуемое Слово. Но дьявол говорит вам, ты должен стыдиться самого себя и того, что ходишь в церковь после всего того, что ты натворил. Но дьявол лжет. Если вы чувствуете стыд, то место, где вы должны находиться, это как раз то место, где проповедуется Евангелие. Повернитесь к своему соседу и скажите, я больше не буду бедным. Повернитесь в другую сторону и скажите, я больше не буду безденежным ни одного дня своей жизни. И так, когда мир слышит, как я проповедую, он слышит меня только с одного ракурса. Потому что они считают, что деньги — это панацея от всех проблем. Я знаю, что в книге Еккельсиаста написано, что за все отвечает серебро. Но вам нужно углубиться еще больше, чтобы понять смысл Писания. Вы видите, как некоторые проповедники в своих передачах говорят. Господь говорит, чтобы вы послали нам в дар 700 долларов, и тогда на вас сойдет Божье благоволение, и в вашей жизни все будет в порядке. Но этого не будет, если вы живете в непослушании Богу. Этого не будет, если вы не слушаете проповеди Евангелия. Деньги не принесут вам освобождения. Только проповедь Евангелия может освободить вас. Вам нужно слышать Слово Божье. Вера от слышания, от слышания, от слова Божья. Дьявол не сможет удержать вас в нищете, если вы слушаете проповедь Евангелия. Верите в Евангелие, поступаете по Евангелию, живете согласно Евангелию. Сами проповедуете Евангелие и поступаете так, как говорит Евангелие. Откажитесь быть бедным, откажитесь жить в нужде, откажитесь носить дерюгу нищего. Я отказываюсь быть бедным. Пусть слабый скажет, я силен. Пусть бедный скажет, я богат. Пусть огорченный скажет, у меня есть радость. Я отрекаюсь от всего. Я отрекаюсь от всего негативного, что было раньше. Все вы, все вы не слышите меня. Несколько проповедников сказали мне, хорошо, но доктор, как вы будете проповедовать об этом в Африке? Но знаете, я не слушал их. Я им противостал. И знаете что? Африка меняется. Африка учится, как использовать свои природные ресурсы. В Африке уже нашли нефть. И позвольте мне кое-что вам сказать. Они уже строят дороги и инфраструктуру. Африка, в которой я был раньше, не похожа на сегодняшнюю Африку. Когда я последний раз приезжал в Африку, меня встретили на Роллс-Ройсе, а за ним следовал автобус марки «Мерседес». Я проезжал по автостраде с красными огнями, а мимо меня проплывали супермаркеты. Вы не слышите того, о чем я вам говорю. Меня разместили в пятизвездочном отеле. И это Африка. Почему? Потому что все эти годы, когда вы не хотели этого слышать, они говорили, нам необходимо услышать Слово Божье. Они повторяли, я должен это услышать. Я не знаю, как жить дальше. У меня нет даже обуви на ногах. У меня нет крыши над головой. У меня нет семьи. У меня нет ничего. Но когда стала проповедоваться Евангелие, мы проповедуем бедным о рождении свыше. Мы проповедуем бедным о крещении Духом Святым. Мы проповедуем бедным даже об исцелении. Но мы никогда не проповедовали благую весть, которую необходимо услышать бедным людям. Мы никогда не говорили им, что им больше не нужно жить в нужде. Бедным нужно услышать, что Бог дарует им благосостояние, а не только то, что Он может сделать это для кого-то. И до того, как мы уверуем в то, что Бог хочет вытащить нас из бедности, вытащить нас из нужды, из нехватки и перевести нас в мир благополучия, избытка и полноты, целостности и мира, мы должны получить духовные ответы на наши вопросы. До того, как мы обретем свободу, чтобы наслаждаться благословением, благосостоянием и полноты, мы должны понять волю Божью. Мы должны понять Божьи пути и Божьи решения, Его волю, то есть, почему Он поступает именно так. Почему Бог желает, чтобы вы были целостными людьми? Почему? Бог хочет, чтобы во всех сферах вашей жизни был избыток. Почему? И как Он планирует это осуществить? Как Он собирается действовать в последние дни? Вы не можете дать другому то, чего нет у вас самих. Снова и снова в Священном Писании мы видим, что Бог желает, чтобы Его народ процветал. Это стало для нас очевидным. Бог показал это на примере Эдемского сада, куда Он поместил Адама и Еву. Он окружил Адама всеми возможными материальными благословениями, включая прекрасную жену. Возможно, кому-то из вас не доставят хорошей жены. Благая весть для тех парней, кому нужна хорошая жена. Иисус может даровать вам такую жену. Это звучит немного странно, потому что обычно женщины находятся в поиске мужа. В этой сфере своей жизни я действительно испытываю нужду. Я разбит, как каменные скрижали, которые Моисей сбросил с горы Синай. Но есть благая весть. Бог дал процветание своему другу Аврааму, в которую он даже не мог поверить. Бог желает, чтобы его народ процветал. Отличным примером этому является народ израильский. Я хочу, чтобы мы открыли восьмую главу книги Второзакония. Второзакония, восьмая глава. Бог хочет сделать такое в вашей жизни, чего вы себе даже представить не могли. Те дни, которые ждут нас впереди, будут лучше, потому что вы слышите эту проповедь, и вы будете жить как люди, которые являются свидетелями этих слов. И глядя на вашу жизнь, кто-то еще услышит эти слова. Это послание услышат многие. Дело не только в деньгах. Да, процветание включает в себя деньги, но не ограничивается ими. И если вы будете думать, что дело только в деньгах, то в итоге вы станете жадным и будете искать материальное, а не Божье. Ведь только Божье может позаботиться обо всем материальном, эмоциональном, семейном, все сферы жизни, все, с чем вы сталкиваетесь, как мужчина или женщина. Аллилуйя! Да, я скажу это. Процветание не означает, что вы станете миллионером. Богатый человек не значит миллионер. Богатый — это обильно обеспеченный для выполнения определенной работы, имеющий избыток, который необходимо, чтобы выполнить работу. Мы должны исправить наше мышление и обновить разум теми словами, что говорит Господь. Теперь посмотрите шестой стих. Вас ждет серьезное умножение. Вас ждет серьезный рост. Но вы должны знать, что делать с ним. Благословен для чего? Чтобы быть благословением. Единственное, что перейдет на небо, — это вклады, которые вы сделали для Царствия Божьего. Ваша машина не попадет. Ваш дом не попадет. Ваши деньги не попадут в Царство Божье. Вы пришли сюда нагими, и вы уйдете нагими. Если вы увидите результат от того, что вы делаете здесь, так это будет результат от ваших вкладов в Царство Божье. Вкладов в жизнь людей, которым вы помогали. Прочитаем шестой стих. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его, ходя в страхи и трепете. Вот это и есть повиновение. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка. Это процветание. Ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железо, и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Когда вы едите и когда вы насыщаетесь, благодарите Господа. Иногда я удивляюсь, почему мы говорим о благодати, потому что мы хотим сказать хоть что-то. Но когда вы едите, когда приходите домой и едите упитанную курицу в глазури, макароны с сыром, дрожжевые рулеты с маслом, клубничный торт с питью слоями и газировкой, то после того, как вы поели и насытились, вы должны сказать, «Господь, спасибо!» Спасибо, Господь! Спасибо, Иисус! Да, спасибо! Передайте мне еще кусочек торта. Спасибо! Никакого недостатка. Каждый день в вашей жизни это день изобилия. Вы полноценно поели и ушли за стола сытым. Теперь смотрите, Бог дает предупреждение, «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его». И когда вы видите фразу, «Чтобы ты не забыл Господа Бога твоего», ты должен понимать, что Он говорит не о том, что вы забудете Его. Он говорит о том, что вы забыли Его заповеди, что вы больше не повинуетесь Ему. Обратите внимание на то, что когда Израиль был послушен и исполнял заповеди Его, в земле не было скудости. Недостатка не было, но Он предупреждает о том, что произойдет, когда вы перестанете повиноваться. Он говорит, «Не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, ты будешь есть хорошую еду, и будешь жить в домах, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмивалось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли болезней, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Кто вывел вас из гетто, где были тараканы и крысы? Кто избавил вас от ожидания автобуса в 20-ти градусный мороз? Кто избавил вас от правительственного сыра в пайках? Кто дал вам работу? А теперь вы говорите, что всего этого вы достигли сами. Вы забудете о том, что Бог поднял вас из ямы и поставил вас на твердую землю, и припишите всю славу себе? Теперь вы будете благодарить за всю свою зарплату? «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но что бы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Именно это и произошло со многими людьми. Они пришли в церковь больными, разбитыми, в депрессии, и когда Бог помог им, они просто исчезли. Они пришли безработными, испорченными, но когда Бог благословил их и дал процветание, они исчезли. Когда встречаешься с ними и говоришь, «Эй, привет, давненько я тебя в церкви не видел». Он говорит, «Знаешь, я очень занят, Бог благословил меня бизнесом». «Постойте, вы сказали ключевое слово. Он благословил вас». Мне кажется, что если Бог делает нечто подобное, вы должны танцевать на собрании, вы должны громко прославлять Его, вы должны хвалить Его, но вы не делаете этого. Что же происходит с нами? Мы забываем, когда Бог исцеляет нас и больше не исполняем Его заповеди. Что происходит, когда Он избавляет вас от порнографии, когда вся ваша вкладка избранная в браузере, была забита парносайтами? Он избавил вас от этого. И что? Почему вы не можете сказать спасибо? Почему вы не можете быть благодарными? Почему вы не можете благословить Его имя? Почему вы не можете прославить Его? Бог благословил вас. Он почтил вас, поднял, исцелил вас, вашу жизнь, ваш брак, ваших детей. Он изменил вашу жизнь, спас вашу разум от безумства. А вы не знаете, как прославить Его, потому что слишком заняты тем, чем не могли заниматься раньше. Вы забыли о Господе. И вы удивляетесь, почему Он послал на вас такой суд. Теперь вы идете и служите работе, служите зарплате, служите своей компании. Он сказал, что если вы будете делать это, то погибнете. Почему? Потому что вы не были благодарны. Я не согласился бы на работу, которая увела меня от церкви. Я должен верить, что есть нечто лучшее, и Бог даст мне работу, и я смогу приходить в церковь. И в свете всего этого, все это было лишь вступлением к 34-му псалму. Я хочу, чтобы вы были откровенны, когда прочитаете это. 34-й псалом, 27-й стих. Вы все знакомы с ним. Если вы открыли его, то скажите «Аминь». Потом мы искренне поговорим о том, что здесь имеется в виду. Готовы? Читаем. «Да радуются и веселятся желающие правоты Моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». Кто из вас слышал это место раньше? Хорошо. Вот тот образ мышления, который был у меня. Богу приятно, когда Он видит, как я процветаю. это истинно, но вот что я имею в виду. Богу приятна моя машина, приятен мой дом, приятны мои деньги. Вам нет смысла говорить этого, потому что сейчас я поправлюсь. Это то, что думают все. А теперь послушайте. Я посмотрел на это место Писания и сказал, «Господь, я не верю в то, что Тебе приятно, что у меня есть деньги. Я не верю, что Тебе приятно от того, что у меня есть дом или машина. Я не верю, что Ты имел в виду, что Тебе приятно из-за того, что у меня есть что-то материальное». И Он сказал, «А почему бы Тебе не спросить Меня, что это значит?» Я ясно услышал Его. Я сказал, «Прости, а что это значит?» И Господь сказал, «Прочитай всю главу». Эта глава не о материальном. Вы можете прочитать со мной это место? Хорошо, давайте посмотрим с первого стиха. «Вступись, Господи, в тяжбу, стяжущимися со Мною, побори борющихся со Мною, возьми щиты латы и восстань на помощь Мне, обнажи меч и прегради путь, преследующим Меня, скажи душе Моей, «Я спасение Твое». Да постыдятся и посрамятся ищущие души Моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие Мне зло, а будут они, как прах перед лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для Меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души Моей. «А придет на Него гибель неожиданная, и сеть Его, которую Он скрыл, для Меня, да уловит Его самого, да впадет в нее на погибель. Моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости Мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного?» Он был беден, потому что Ему не хватало силы. «Бедного и нищего от грабителя Его, восстали на Меня свидетели неправедные, чего Я не знаю, о том допрашивают Меня. Воздают Мне злом за добро, сиротством душе Моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра Моё. Я поступал, когда они проходили через трудности, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать, а когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против Меня. Не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрижетали на Меня зубами Своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом. Среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо Мною враждующие против Меня неправедно и не перемигивались глазами, ненавидящие Меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на Меня уста свои и говорят, «Хорошо, хорошо, видел глаз наш. Ты видел, Господи? Не умолчи, Господи. Не удаляйся от Меня. Подвигнись, пробудись для суда Моего, для тяжбы Моей, Боже Мой и Господи Мой. Суди Меня по правде Твоей, Господи Боже Мой. И да не торжествуют они надо Мною. Да не говорят в сердце своем, «Хорошо, по душе нашей». Да не говорят, «Мы поглотили Его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся Моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо Мною. Да радуются и веселятся желающие правоты Мои. И говорят непрестанно, те, кто на Моей стороне, да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему. И Он говорит, «И язык Мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Он сказал, «Пусть прославится и будет возвеличен Господь, который приготовил избавление для меня, который приготовил полноту для меня, который может прийти и исправить все, который может прийти, когда я слаб, и сделать меня сильным». Он называет это избавлением, но это и есть спасение к процветанию. Он говорит, что все, кто праведен, пусть говорят, «Да возвеличится Господь!» Пусть Господь будет прославлен. Он испытывает радость, избавляя вас, даруя вам победу, процветание, мир, полноту, целостность, способность платить по счетам, покупать детям обувь, платить аренду, выбраться из долгов и избавиться от плена. Пусть такие люди говорят, «Да будет прославлен Господь!» Мой Бог избавит меня от бедности, Он даст мне процветание, и мой язык будет говорить весь день и возвышаться в собрании, что Бог дал мне процветание, что Он избавил меня от недостатка. И теперь я могу сказать, что у меня все хорошо. Это и есть процветание. Господь радуется, когда видит, что у меня есть транспорт. Ведь этим транспортом Он избавил меня от усталых опухших ног. Больше не придется пешком ходить. Слава Богу! Главное, чтобы это не было лишним. А небеса — это не лишнее. Серьезно? Улицы из золота. Драгоценные камни на воротах — это тоже излишество. Давайте помолимся. Боже, прости нас за то, что мы ожидали от Тебя чего-то иного. Приведи нас в место богатства и шалома. Приведи нас в место процветания. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и наслаждались Ей. Боже, приготовь нас к излиянию, чтобы мы искали Тебя больше всего другого. приготовь нас к излиянию, чтобы мы могли славить Тебя и постоянно говорить, «Господь благ, и Он наслаждается, избавляя нас, и даруя нам процветание и полноту». Я снова высвобождаю благословение на это собрание, чтобы люди были свидетелями избавления и процветания силы Божьей. Чтобы они не были бедными ни в какой сфере. Мы славим Тебя, наш Бог.